Более 500 гектаров лесного массива выгорело с начала этого года в Полевском городском округе. Инспекторы Госпошнадзора констатируют шокирующие данные статистики. Согласно Федеральной комиссии, по чрезвычайным ситуациям в этом году в связи с пожарами, бушующими по всей территории страны, увеличивают норму противопожарных разрывов вокруг сел и коллективных садов. Подойти к исполнению этого закона, говорит первый заместитель главы Сергей Недоспелов, мы должны со всей серьезностью. На нашей территории с начала пожароопасного периода произошло более 40 возгораний. Надо смотреть и по сучьям, может быть где-то достаточно действительно обрубить сучья, и смотреть реально, что это может принести угрозу или не принести угрозу. Определять перечень сел и коллективных садов, а главное объемы работ, то есть сколько и чего необходимо вырубить, будут профессионалы. Это лесничие и пожарные. Это и стало решением КЧС по первому вопросу. Что касается разработки мероприятий по стабилизации пожароопасной ситуации у нас в округе в целом, то здесь свои предложения высказал инспектор отдела государственного пожарного надзора Елена Ногаткова. Провести дополнительные инструктажи со своими сотрудниками, провести рейды совместно со своими ООО, ОВД, с всеми заинтересованными организациями, рейды по частному жилому сектору, по коллективным садам, с обучением населения, памятник и оформление стендов как в коллективных садах, так и в подъездах жилых домов. Первым селом, по предложению Елены Алексеевны, может быть Курганово. Именно там, согласно данным статистики, произошло большее число пожаров. За четыре месяца в селе сгорело три бани и один дом. Всего же на территории округа Госпошнадзор зарегистрировал более 30 возгораний в жилом секторе. 20 из них произошли в частных домах. Самое печальное – это то, что с начала года в огне погибли два человека. Есть один пострадавший. Обращение при эксплуатации электрооборудования. У нас в прошлом году было 5, в этом году – 13. 11 случаев неисправности отопительных печей. Есть стабильные – 11. Неосторожное обращение с огнем на три случая. На заседание КЧС собравшиеся пришли ко мнению, что бороться с огнем и возгораниями необходимо всеми возможными способами и методами. Начинать необходимо с профилактики. Необходимо предупреждать и информировать население об элементарных правилах противопожарной безопасности, говорит Сергей Нендоспелов, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям в Полевском. Ксения Балденкова, Павел Пырлик. Новости нашего города.